Не солдаты Джейн, конечно, но к армейским будням готовы. 150 омских женщин подали заявку на службу по контракту. В России стартовала осенняя призывная кампания. От Омской области призовут почти 2500 срочников, но с каждым годом становится больше желающих служить по контракту. Причем все чаще заявки поступают от женщин. Чем привлекают армейские тяготы тех, кого принято называть слабым полом, выяснил Дмитрий Коканас. Доча, я дома. Поставь, пожалуйста, чайник. Сейчас Гуцула и Анастасия Клюевы стараются почаще быть вместе. Совсем скоро мама уходит в армию. Со дня на день должен прийти приказ о зачислении на службу по контракту в одной из воинских частей под Челябинском. Вряд ли я готова к разлуке, конечно, потому что мы всю жизнь вместе жили. Надолго никогда не доставались, и я буду скучать. Это 100%. Ну, не знаю, нормальное решение. Пусть служит. Подать заявку мало. Важно, чтобы ее одобрили. Гуцула решение ждала около двух месяцев. И на разлуку с дочерью решилась после долгих раздумий. В конечном итоге ради нее все предстоящие тяготы. В армии это же стабильность, хорошая зарплата, социальная защита. И меня это очень привлекает. Гарантии вооруженных сил стали реальностью, а именно обеспечением военнослужащим жильем, создание социально-бытовых условий в гарнизонах. Название пункта набора на контрактную службу претерпело смысловое изменение. Мы теперь не набираем, а отбираем. И отбираем счастливо тем, что появился конкурс. За заветное место нужно побороться. Претендентки проходят испытания наряду с мужчинами. Важны состояние здоровья, психологическая устойчивость и профпригодность. Возьмут не каждую. Гораздо меньше девушек будет рассмотрено для поступления на военную службу по контракту. В первую очередь, это девушки, которые имеют медицинское образование, либо имеют образование музыкальной школы, либо имеют образование инженерно-техническое образование. Медсестры, хармейстеры и связистки. Хоть и не сугубо военные специальности, но прием на службу не заканчивается только лишь тестами или собеседованием. Сильнее, быстрее, выносливее. Каждый кандидат должен доказать, что готов к службе по контракту. И девушки не исключение. В забеге на 100 метров оценивается скорость. Упражнение на пресс проверит силу. И километровый кросс, хоть и не марш-бросок при полной боевой выкладке, но и его достаточно, чтобы оценить выносливость. После заключения контракта они будут уже проверять немного по-другому. Сейчас у них более щадящие нормативы нормы ГТО средней школы 11 класса. К слову, в этот день все представительницы слабого пола нормативы сдали. А вот более половины мужчин отправили на пересдачу. Дмитрий Куканов, Александр Илсак, Евгений Русенко и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.